Доброе утро! В эфире Анфас в студии Николай Анисимов. В вооруженных силах клятву на верность родине и белорусскому народу принесли более 8 тысяч новобранцев. Молодые люди поделились с нашими корреспондентами, как проходила подготовка и чем запомнились первые дни службы. Надо отдать долг родине и в дальнейшем продолжать свою учебу. На фоповестке не участвую, что смогу отдать этот воинский долг. Я считаю, что каждый должен пройти эту школу. Это еще один шаг к становлению мужчин. Меня не пугают ни сложности, ничего. Ко мне приехала вся семья. Мама, папа, родственники, самые близкие, друзья с университета, друзья со школы. Это для меня знаменательный день. Я очень рад, что принял это присядно. Мы приехали поддержать нашего Алексея, сына. Мы сами из Борисова. Армия – это сила, надежность, уверенность, мужество. Хочется пожелать, конечно, здоровья, удачи, найти надежных, верных друзей. Любим, ценим, ждем. Очень скучаем. Это он пока что единственный из нашей такой большой компании. Пошел служить в армию. Вот следующие тоже скоро пойдут. На подходе. Да, на подходе. Ну вот оно. Не могли ни приехать, ни поддержать. В голове прикинул себе план. Так как работал в ресторане, хочу дальше открыть свой ресторанчик. Может быть, есть профессия повара. Как оказалось, мне повезло, и меня взяли на повара. Я очень рад, что я пошел служить там, где я хочу. По моему мнению, это одна из самых главных профессий. Ни один боец не будет нести в службу голодным. Здесь будут набираться опыта, оттачиваются навыки. Даже навык руководства и общение здесь очень важен. Без него ты не сможешь контактировать с другими людьми, с своим начальством и со своими ребятами, которые несут с тобой службу. Я закончил БНТУ в Минске. По выходу я логист, экономист, инженер. В универе был председателем соцсовета, ответственный за все актерское мастерство нашего факультета. У меня была такая активная жизнь, поэтому я буду всеми силами стараться, чтобы и здесь такая она осталась. Лично себе, терпение, уверенность в своих действиях и чуть-чуть больше сна. Я уже счастлива. Во-первых, я увидела сына, довольно-таки возбужавшего, сильного, с оружием, в форме. Ну, очень красивый и здоровый. Я уже счастлива. Знаменательное для нас событие. Удалось что-то снять для себя в коллекцию. Все-таки это история наша. И я горжусь своим сыном. Надеюсь, он достойно будет служить. Я на гражданке зачастую спал между работой по 5 часов. Здесь у меня здоровый сон. 8 часов с 22 до 6.30 утра. Стал чувствовать себя более бодрым. Цвет лица улучшился. Серьезно очень отнесся к военной присяге. В будущем буду помнить эти слова. Я готовился, подшивался, приводил форму в порядок. И начищал ботинки очень долго. В этом смысле все волнение ушло в работу. Понимаю важность военной присяги. Не боюсь, потому что я за правое дело. Поскольку наша страна только за защиту. И в случае чего я готов защитить свою страну, своих близких родных. День открытых дверей в военной академии собрал юноши и девушек, желающих получить интересную профессию и связать свою жизнь с армией. Организаторы постарались максимально разнообразить встречу, сделать ее яркой и незабываемой. С утра у входа в военную академию море гостей. Школьники, суворовцы, солдаты срочной службы. Все спешат пообщаться с курсантами, преподавателями, посмотреть выставку вооружения, примерить экипировку. Молодежь делает снимки на память. Мы открыли двери в военной академии и предлагаем выбрать одну из самых важных и главных профессий – Родину защищать. Сегодня более трех тысяч человек. Это молодые ребята. Их глаза горят. Мы видим, как они хотят познакомиться со всеми специальностями и выбрать одну из них. Традиционно интерес гостей вызывают современные образцы техники. В первую очередь самолеты и ракетные комплексы. У Владислава Шумилина огромное желание стать военным летчиком. С самого детства уже зарождалась эта мечта. Хотел всю жизнь посвятить небу. Мне очень нравится авиация. Мечтаю и поступлю. Я сам со шести лет начал изучать авиацию. Я все знаю модели самолетов, где они производятся. Мой самый любимый – это МиГ-29М, ну и Су-25. Казалось бы, традиционный день открытых дверей – консервативная форма познавательной экскурсии. Однако организаторам удается наполнить ее оригинальным содержанием. Даже для самых маленьких гостей получилась захватывающая акция. Мой папа военный. А я хочу сказать, я тоже буду военным устроителем. Я в первый раз военный в академии. Мне тут очень-очень нравится. Я уже во всех машинах был. Но я буду военным устроителем, буду учаять Родину, строить военные базы. Факультет военной разведки погружает гостей в боевую атмосферу. Прием рукопашного боя, тактическая стрельба, современная техника. Я нахожусь не первый раз на дне открытых дверей. И могу отметить, что с каждым разом вооружение становится все разнообразнее. Каждым разом я узнаю что-то новое. С особым интересом посещают вуз учащиеся военно-патриотических классов. Многие парни и девушки планируют связать свою жизнь с армией. Это очень интересно. Помогает будущим выпускникам определиться с выбором, куда поступать. Курсанты уже обучены. Знают, как офицеры. Они все рассказывают подробно. И заинтересовывают молодежь. Среди гостей и бывшие курсанты. Теперь уже офицеры. В том числе в отставке. Многие приехали помочь своим сыновьям и внукам определиться в выборе профессии. Снучку захотела пойти по военной линии. Поэтому мы приехали посмотреть, показать ей, чтобы она потом определилась. Ну и определила свою жизнь. В Академии готовят офицеров для всех видов и родов войск. В армии найдется специальность под любой склад ума. Темперамент, характер. Молодым людям остается только сделать свой выбор. Музыка жить и служить помогает. Академический ансамбль песни и танца белорусской армии гастролирует по всей стране. Недавно с творчеством артистов в погонах познакомились учащиеся столичной гимназии номер 16. Математика, история, языки, физкультура. В расписании старшеклассников сегодня шесть уроков. Седьмой – допризывная подготовка, на которой вместо педагогов артисты в погонах. Они приехали на языке нот рассказать мальчишкам и девчонкам о военной профессии. С января месяца по октябрь порядка восьми школ проехали с концертами. Замечательная публика, очень хорошие отзывы. Уже призывник, он с большим желанием, так скажем, идет в военкомат. Он там не стесняется задать какие-то вопросы, которые его волнуют. Под руководством гостей ребята сходу приступают к устному тестированию. Сколько дней длилась Великое Отечественное? Какие города носят звание «Город-герой»? Кто такой Марат Козей? Сдав за счет на положительную отметку, ребята закрепляют материал в новом формате – музыкальном. Номера разные. Они начинаются с истории Великой Отечественной войны и заканчиваются сегодняшними буднями о наших выдающихся личностях, а также о памятных датах из Курки Беларусь. В песнях и танцах артисты передают романтику службы десантников, танкистов, пехотинцев, летчиков. Рассказывают о героизме военных. Струнки души и особенно слезы на глазах не только у меня, но и у всех вызвало трагическое событие с летчиками. И вот та композиция, и та песня, которую исполнял ансамбль. Это уникальная возможность не просто прикоснуться к искусству, увидеть прекрасное, почувствовать драйв, настроение особое. Все песни были пронизаны любовью к родине. Влад Борисевич мечтает пройти службу в разведке. Учится на отлично, занимается спортом. Все задатки для первоклассного связиста или снайпера уже есть. Не прочь юноша реализоваться в армии и творчески. Армия открылась по-другому. Я понял, что в армии есть и веселые. Да, понятно, это опасно. Люди рискуют своими жизнями, чтобы защитить нас. Знаю, что это достойно уважения. Импровизированный урок подопризывной подготовки прошел как песня. Настоящий армейский экзамен ребята сдадут после совершеннолетия. И сделают это, похоже, с желанием. Бесчинство оккупантов, коллаборационистских формирований, голод, эпидемия, разруху. Все испытали белорусы в годы Великой Отечественной войны. А юго-западный край подвергся еще и насилию со стороны украинских националистов. Старожилы деревень Полесье и сегодня вспоминают, как в ходе войны и после нее из леса приходили вооруженные люди и творили зло. Их называли бандиты, секирники, бульбовцы. Позже им дали общее имя бандеровцы. Осенью 1941 года украинский националист Тарас Боровец, назвавшийся Тарасом Бульбой, сформировал военную организацию «Полесьская сечь». С того времени до 1952 года преступники из соседней республики стали проклятием для населения юга Белоруссии. С первых дней войны пульбовцы атаковали отходящее на восток подразделение Красной Армии и местное белорусское население. Не щадили при этом никого, ни женщин, ни детей. Для бессудных расправ националисты, экономии патроны, часто использовали топоры-секиры. Отсюда кличка «Секирники». Цель одна – зачистить территорию от белорусов, евреев и других народцев с целью присоединения Полесья к вильной та незалежной Украине. На территории Пинской области в Острожских, Шумских и Мезочских лесах оперируют большие группы украинских националистов под руководством командира под кричкой «Тарас Бульба». Националисты нападают на партизанские группы, разоружают их и избивают. В конце 1941 года Боровец формально распустил Полеську и Сечь и образовал на ее основе украинскую повстанческую армию УПА. Присоединив к себе лично состав бульбовцев, бандеровцы включили бандподполье в свою оперативную группу УПА «Север». Бандеровцев боялись очень, больше, чем немцев. Они расстреливали без суда и следствия, их поддерживали в основном раскулаченные. Им они обещали вернуть старые порядки. Кто победнее был, поддерживали больше советских партизан и ждали прихода Красной армии. Таких было большинство. С зимы 1943 года бандеровцы во главе с главнокомандующим УПА генерал-харунжем Романом Шухевичем приняли активное участие в карательных операциях на большей части Беларуси. Особо отличился 201-й батальон «Шуцманшафта». За 9 месяцев 1943 года они отчитались о 2000 убитых партизанах. Большинство погибших были простыми мирными жителями, заподозранными в помощи народным мстителям. Зверства нацистов даже вызвали вооруженный конфликт с предателями из Белорусской краевой обороны. Много оловцев было и в 118-м украинском батальоне СС «Дирлевангер», сыгравшем кровавую роль в сожжении хатыни. По настоянию Шухевича, в честь которого ныне на Украине называют улицы, бандеровцы весной 1943 года начали волынскую резню мирного населения, жертвами которой в течение года стали более 40 тысяч поляков. Кроме того, УПА убило в ходе этой бойни около тысячи украинцев, больше тысячи евреев, сотни представителей других национальностей, в том числе белорусов. Наша власть должна быть страшной. Этот наказ своего идейного лидера Степана Бандеры украинские нацисты исполняли истово. Избиения и убийства самыми изуверскими способами стали отличительной меткой бандеровцев. Они часто применяли топор для расчленения еще живых людей, распиливали пилой надвое стариков и женщин, сжигали заживо и варили в кипятке, засыпали порох в рот и поджигали. Эти звери в человечем обличье не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей, казняя их без суда и следствия. Летом 1944 года Первый Белорусский фронт катком прошелся не только по дивизиям вермахта на Полесье, но и по формированиям УПА. Однако части бандеровцев удалось скрыться в схронах. На территории действует боевка АУН. Только с февраля по 25 июня 1949 года на хуторах Столинского района убиты председатели сельсовета и колхоза. Вырезана семья местного жителя в шесть человек. Убит секретарь комсомольской организации колхоза и ранен заведующий из бойчитальней. На Синокосе в районе Дубой на глазах у колхозников расстреляны директор школы и заместитель председателя колхоза. За 10 послевоенных лет борьбы с бандеровским подпольем в Белоруссии и Украине погибло 25 тысяч военнослужащих, сотрудников органов госбезопасности, милиции и пограничников. Бандеровцы нас беспокоили очень здорово. В нашем округе вырезали одну заставу всю целиком. Те восемь человек, которые в это время на границе были, службу несли живыми и остались. Бандеровцы вынесли заставы все оставшиеся продукты и воду отравили. От рук УПА погибло около 70 тысяч мирных жителей. Последняя белорусская боевка бандеровцев была уничтожена только в конце 1952 года. Львиную долю личного состава отрядов на Брещене перебили в боях или осудили. Жизнь Полишуков наконец вошла в мирное русло. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воинтв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. На сегодня это все. Вы смотрели Анфас. С вами был Николай Анисимов. Мирного неба вам. И до встречи на канале СТВ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!